Ракушки. Так в народе называют железные боксы, которые устанавливают во дворах, чтобы парковать свой личный автотранспорт. Долгие годы на них никто не обращал внимания, но теперь, кажется, им пришел конец. Двор между домами 14, 16 и 18 по улице Лемешко. Один из тех, где сейчас активно избавляются от этих ракушек по плану. Здесь должно появиться благоустроенное парковочное пространство общего пользования. В городе Видное существует положение по демонтажу незаконно установленных металлических укрытий. Конечно, мы одновременно за один год все ракушки убрать не можем. Но, тем не менее, на улице Лемешко в этом году было принято решение демонтировать ракушки в связи с тем, что первые они располагались вблизи детских площадок. Плюс, зачастую у нас в ракушках с вами не используются по прямому их целевому назначению. Это является местами хранения или горюче-смазочных материалов, или просто, как знаете, такие вот сарайчики. И, естественно, когда мы демонтируем ракушки, появляется больше пространства для организации парковочных мест. У жителя улицы Лемешко Валерия Кузьмича уже долгие годы во дворе стоит своя ракушка. Но, несмотря на это, мужчина не против, чтобы ее убрали. Лишь бы потом было красиво все кругом, хорошо. Вы не против, чтобы ракушку убрали? Не против. Лучше стоянка была бы такая. Желательно, чтобы была охраняемая, чтобы жулики не лазили. А на проспекте Ленинского комсомола 23 борьба с ракушками велась еще в прошлом году. Теперь здесь организованное парковочное пространство, чему очень рады местные жители. Появилось место, куда машину ставить. Намного больше. Еще бы, наверное, где-нибудь сделать такие парковочные места. Хорошо, что убрали эти ракушки. Места было мало для парковки. Еще бы вот с той стороны убрали, я не знаю, как это назвать, самозахват или что-то. Вы видели, да, вот с той стороны стоят эти замки. Люди там паркуются, места свободны, и больше никто там не запаркуется. Так что я считаю, что здесь замечательно сделали. Еще бы вот с той стороны так сделали, было бы вообще супер. По-видимому, те автовладельцы, которые были не согласны со сносом ракушек, решили пойти другим путем. И осуществили самозахват общественных парковочных мест, установив на ряде из них железные ограждения. Такая ситуация во дворах города Видное встречается часто и требует отдельного разбирательства. А на Битцевском проезде проблема ракушек остается все еще актуальной. Здесь их очень много. И они создают неудобства не только владельцам автомобилей, которые не могут припарковать свои машины нормально, но и пешеходам, которым из-за отсутствия тротуара приходится идти прямо по проезжей части. Если бы мы, например, сейчас осуществили снос этих ракушек, тут же жители бы, естественно, стали бы обращаться. Ребята, вы убрали ракушки, но на их месте осталась свалка, земля и грязь. То есть, естественно, сразу мы хотим с вами видеть асфальт, сразу мы хотим видеть организованные парковочные места, тротуары. Поэтому мы достаточно тщательно прорабатывали территорию этих домов. И так как они находятся у нас на окраине города, также с жителями обсуждали вопрос организации каких-то, может быть, сквер и зонах отдыха. То есть, помимо сноса ракушки, организации парковочных мест. Мало того, что ракушки – это пережиток прошлого, стоят они во дворах незаконно. Поэтому фразу «сносить нельзя оставить» можно смело произносить с акцентом на первое слово.